да удивительная жизнь у нее конечно невероятно и чем дальше тем невероятней так начинаем главные герои июня блокадница всем привет на связи команда васильева губернатора санкт-петербурга людмила николаевна васильева за мир за мирный петербург пожалуйста единственный источник власти это мы с вами давайте плечи расправим и голову поднимем и ничего не боимся артист театра и кино ну как ну если каждый сам за себя будет ну это разве общество гражданское это вообще в голове не укладывается что обвиняют в том чего нет совсем академик вот владимир владимирович он красиво говорит и демография она на самом деле нас ужасная я перечислил малую часть тех важнейших вопросов которые нужно нам сесть и приступить по взрослому обсуждать и не боясь не приглашать владимир демича одни вот только все равно никакого нет новосибирская активистка краснодарский священник невозможно любить бога и убивать даже ради бога я также против запрет и все эти люди тоже герои протестного июня жители смелой россии настоящего кто бы что не говорил она существует и сейчас это станет очевидно боевой листок за июнь малая родина президента рулит а держим это единицы я же хожу и в магазины и как я всем говорю что я глубинный народ потому что я с людьми разговариваю везде вообще разговаривать с людьми надо разговаривать не не стрелять а подумать в кого ты стреляешь ты в себя прежде всего стреляешь себе это в свою душу за мир за петербург за васильеву 13 июня первый пост в телеграм-канале команда васильевой наш план познакомить вас с изгибаемой петербурженкой и ее ценностями собрать не менее 76 тысяч трехсот сорока ваших подписей в поддержку ее выдвижения победить на выборах хотя людмила николаевна пожилой человек она считает что сейчас у власти замшелые старики и хочет помочь прийти в городское управление молодой энергичной команде почему вы приняли решение участвовать в выборах на особенно на фоне тех разговоров что никаких выборов не существует и участвовать в этом некоторые считают что нет смысла самое главное желание остановить войну самое главное желание нужно исправлять ошибку нужно заканчивать так называемую специальную военную операцию как это делать вот сделать попросить прощение людей людей вот и все война закончится сразу а так вот пока мы с вами говорили говорим с другими а я кричу кричу все время я уже сотни корреспондентов дала интервью кричала я в первый день 22 кричала полицейские попросили мои документы увидели дату рождения и просто отвезли меня домой на своей машине они хотели зайти ко мне но я им отказала боялась что они подкинут наркотики эти полицейские вернулись ко мне поздно вечером в тот же день принесли сладости и сказали что хотят извиниться я их впустила мы выпили кофе я объяснила почему выступаю против войны рассказала про свою жизнь показала фотографию мамы и дедушки который погиб от голода они спрашивали нужна ли мне какая-то помощь я сказала что они не должны выполнять преступных приказов людмила васильева из интервью изданию холод пусть попробовать блокадницу сделайте на я посмотрю как быстро они очухаются но пока нет пока никто не меня не не угрожает никто не ничего не говорит пусть попробуй и вот последний пост в телеграм-канале команда васильевой в смысле последний июньский пост несмотря на циничный закон о выборах губернатора несмотря на городские сми испугавшиеся освещать несогласованную сверху кампанию и несмотря на ограниченность ресурсов людмила васильева собрала больше двухсот тысяч подписей по всей россии и больше пяти тысяч петербурге очень скоро команда васильевой сообщит о том а что дальше спойлер останавливаться никто не собирается из питера в москву шок контент я сказал что все это дело абсурдно ровно о другом что не о призывах экстремизму призыв к российским женщинам задуматься и не делать глупости даже если одиночество давит даже если депрессия не надо вестись на сладкие уговоры из разных организаций которые потом этих женщин просто используют вот все что я сказал популярный артист алексей макаров дал показания по делу евгений беркович и светланы петричук их судят за спектакль финист ясный сокол это истории женщин которых попытались завербовать исламисты в отношении создательных спектакля возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма высосаны из пальца полный бред так обвинение прокомментировал алексей макаров свои комментарии дали и зрители этого видео возле суда с участием артиста алексей ватник насколько я знаю так что это необычный для него самого поступок сказал правду человек в суде героизм в россии тоже ли не ожидала от него он живота ноет ну молодец неожиданно я думала он зиганавт спасибо огромное на самом деле потому что удивительным образом далеко не каждый готов вот так прийти в суд и сказать то что он думает искать сейчас ну как ну если каждый сам за себя будет но это разве общество гражданское и кажется и еще немного июньского шок-контента место действия московская городская дума дальше второй абзац я тоже бы вычеркнул где владимир владимирович указывается как его заслуги в отношении года семьи ну и что год семьи а что от этого изменилось это не что иное как изящное демагогическое создание ауры уделяющего внимания здоровью населения ничего этого не делается да люди живут в зоопарках зоопарки тоска безысходность трава или сесть заканчиваю сесть и разобраться с ценой вот какую цену мы готовы заплатить за успехи в специальной военной операции за ценой непостоим это было раньше когда сталинград брали а сейчас мы киев собираемся брать вот здесь цена должна быть демографической или нет почему нам не сообщают цифры погибших от кого скрывают там все знают до одного солдата от кого от нас скрывают обсудить проблемы демографии по взрослому не приглашая владимира владимировича от которого толка никакого предложил участникам круглого стола в мозг гордумий игорь гундаров комментарии в соцсетях отличное выступление тянет лет на 15 его уже посадили или только дело завели а вот и нет ни то ни другое ну или мы пока чего-то не знаем и святая троица помилуй нас господи очисти грехи наши владыка прости беззаконие наши святые посети исцеление мощи наши имени твоего ради господи помилуй господи помилуй господи помилуй 4 июня день рождения алексея навального по сообщению новой газеты на борисовское кладбище в москве пришли около ста человек среди них репрессированный священник дмитрий сафронов после того как он прочел за упокойную молитву на борисовском кладбище в день похорон алексея навального патриарх кирилл своим указом запретил дмитрию заниматься священнослужением и носить униформу рпц запрещают цветы ложить в новосибирский мемориал жертвам политических репрессий стал вдруг местом повышенной опасности ровно с 3 по 5 июня все подходы к нему перекрыли приказ об ограждении памятника жертвам политических репрессий в рамках разработки проектно-сметной документации на благоустройство нарымского сквера с целью обследования памятника жертвам политических репрессий находящегося на территории нарымского сквера а также для безопасности посетителей сквера приказываю установить ограждение вокруг памятника в срок с 3 по 5 июня год не указан ответственным лицом назначить агронома железнодорожного участка яковлеву жанну владимировну контроль исполнения приказа оставляю за собой исполнительный исполняющий обязанности директора с и рудковский с приказом жанна яковлевна яковлевы не ознакомлена подписи нет приказ для яковлевы я не яковлево это екатерина алексеенко активистка из новосибирска ее задержали и отвезли в отдел полиции железнодорожной под этим видео в ютьюбе почти полторы тысячи комментариев и все примерно об одном пять героев на одну девушку это наша реальность позор мне почему-то стыдно за них перед смелой девушкой видимо вся страна жертвы политических репрессий или взаправду нас захватили рептилоиды екатерине респект надеюсь что ее уже отпустили да и как ни странно всего лишь оштрафовали и не на 100 тысяч она три тысячи рублей адвокат герой василий дубков будет обжаловать эти рубли о курсе рубля по отношению к войне внезапные цифры от антивоенного комитета кубани на картинке сумма контракта для краснодарских добровольцев ставки снова повышаются было полтора миллиона стала миллион шестьсот пятьдесят тысяч 24 июня кубань заняла первое место среди всех регионов опередила москву это говорит о катастрофическом недоборе добровольцев готовых идти убивать и умирать за путина пишет телеграм-канал антивоенный комитет кубани и называет кубань самым антивоенным регионом россии дорогие моего христе братья и сестры хочу вам сообщить для кого-то радостную а для кого-то и печальную новость я покидаю этот приход но не покидаю вас краснодарский протеерей андрей другай попрощался с паствой и ушел из под юрисдикции рпц московского патриархата своей речи он сказал что выступает за мир и не может проповедовать церкви нарушающие и искажающие евангельские истины а не простите и и благословите и помолитесь сам не конечно простите меня цепарайтесь всех нас господь простите благословите слава тебе боже слава тебе слава 26 июня это видео сняли краснодарские прихожане спасибо и что увидели вы как ваш регион борется за мир в украине и свободу в россии пишите нам комментируйте присылайте свои истории и до встречи через месяц в смелой россии настоящего